В каждом возрасте есть своё очарование, и всё же кое-чему нам следует поучиться у детей. Их интерес к жизни, страсть приключений и желание быть частью чего-то великого – вот те качества, о которых мы, взрослые, часто забываем. Поэтому очень важно поощрять и развивать их в маленьком человечке с самого детства. Так считают все родители, чьи малыши сегодня радуют нас на неделе детской моды, которая стартует в нашей любимой Одессе. Добро пожаловать на Ukrainian Kids Fashion Week! Организаторы проекта – журнал о детях для взрослых «Лола Кидз», студия актерского и модельного мастерства «Модел Лола Кидз», а также благотворительный фонд Оксаны Уткиной «Дети. Цветы жизни». Событие направлено на то, чтобы развивать потенциал у маленьких детей, а также способствовать становлению фэшн-индустрии именно детской в нашей Украине. Уникальность в том, что сегодня депилируют не только профессиональные моды, а и те дети, которые прошли предпочтение. Расскажите, пожалуйста, о детской неделе моды. Как давно вы ее проводите? Как пришла идея создать такое чудо? Неделю моды мы проводим впервые детскую. В течение нескольких лет независимости Украины, к сожалению, никто до сих пор не обратил внимания на то, что детская неделя моды тоже должна существовать и имеет право на это. И мы таким образом пытаемся не только дать возможность деткам, обычным деткам, это не профессиональные модели, выступить на подиуме и сделать такую небольшую психокоррекцию детской уверенности, чтобы чувствовать себя лучше. Но мы даем возможность дизайнерам совершенно бесплатно принять у нас участие и показать потрясающие свои наряды, которые вы сегодня увидите здесь в Одессе. Мы планируем уже летние и зимние показы, поэтому с удовольствием приглашаем всех деток регистрироваться у нас на сайте Model Lola Kids. Мы, соответственно, будем приглашать этих детей для того, чтобы представить сегодняшний праздник вот на этом прекрасном подиуме. Мы знаем, что сегодня будут участвовать не только детки-модели, но и приглашенные из разных городов, из Луганска, Донецка. Расскажите, как они попали на это мероприятие? Эти детки попали к нам на мероприятие целенаправленно. Мы в Киеве провели несколько fashion days, на которых у нас обязательным условием было, чтобы 50% детей это были не дети-модели, а были именно детки-переселенцы из Донецкой и Луганской области. Я столкнулась с тем, что эти дети, им очень тяжело сейчас. Они там насмотрелись нехорошего. Здесь приехали новый социум, его немножко отталкивает. А выходя на подиум в потрясающих украинских костюмах, они чувствуют себя маленькими звездочками, они понимают, что они значимы в обществе. И, соответственно, мы приняли решение на протяжении всего существования нашей недели моды детки из этих областей будут присутствовать у нас постоянно. Планы на будущее у нас грандиозные, можно сказать, потому что нам бы хотелось в каждом городе Украины открыть нашу небольшую студию, где мы могли бы готовить наших детей к неделе детской моды, которая будет проходить в каждом городе. И мы рады сотрудничеству со всеми партнерами, которым это интересно и которые хотят помочь нам в том добром деле, которое мы несем. А мы не только делаем показ, но на всех наших мероприятиях. Мы все проданные билеты, которые есть в зале. Все кастинг-фотосессии символические родители денежки платят. Мы эти денежки тоже собираем на добрые дела. В данном случае мы сейчас покупаем оборудование в детские клиники Харькова и Днепропетровска. В отделении гематологии и онкологии им нужны очень инфузоматы, инфузивные насосы, которые помогают делать более качественную химиотерапию, которые помогают делать более качественную анестезию. Они очень дорогие, не стоят около 3000 долларов. По нынешнему курсу для клиники это нереальные деньги. Мы будем представлять украинские костюмы с моей подружкой Соней. Мы приехали из Луганской и Донецкой области. Будем представлять свои собственные костюмы. Некоторые очень оригинальные, некоторые просто красивые. И мы очень рады этому событию. Насколько важно проводить такие мероприятия в Украине и поддерживать и моду, и деток маленьких? Часто хожу на разные мероприятия и благотворительные, и взрослые показы различных дизайнеров. И вот, честно говоря, сегодня впервые на детском мероприятии, но на детском и часто на музыкальных конкурсах, но именно дизайнерских впервые. Приятно посмотреть, что кто-то создает для детей прекрасную одежду. Как по мне, события прошло очень грандиозно. Довольны как дети, так и родители ихние. Ну а в целом, вообще, министерия всегда шла на встречу не только как коммерческий проект, ну и очень часто, как зимой мы занимались благотворительными детскими праздниками, так и сейчас, в принципе, продолжаем этим заниматься. Такие проекты нужны, потому что на сегодняшний день, если смотреть в целом не только по Одессе, но и в целом по Украине, сейчас благотворительность набирает больших оборотов. Мы тогда узнали впервые, что в Украине будут проходить впервые Ukrainian Fashion Kids. Мама сразу, конечно же, откликнулась на это событие. Ну вот у нас сегодня такой дебют. Надеемся, насколько удачно это будут судить уже другие люди. Но нам интересно, дети в восторге. Я думаю, что это очень такое запоминающееся событие будет в жизни наших детей. Это все было очень круто, мне понравилось. Мне очень понравилось. Я была одета в синем платье, в костюме с попугаями, в пиджаке розовом. Учили, где ставить позы какие, говорили, где останавливаться, как разворачиваться. Все было очень интересно и познавательно. Что для вас этот проект и как сложно организовать что-то подобное? Вы знаете, для меня этот проект это просто отдушина. А когда любишь свое дело, то организация может, конечно, быть сложной с технической точки зрения. Но на самом деле она доставляет такое количество радости. Когда смотришь на счастливые детские глаза и смотришь на вот этих водеток, которые одухотворенные, окрыленные, после этого ходят и гордятся собой, то понимаешь, что тебе есть для чего жить. Что самое яркое вам запомнилось с сегодняшнего дня? Наверное, на сегодняшний день самый яркий был выход деток из зоны АТО, вынужденных переселенцев, которые прошлись по подиуму в костюмах, приготовленных заботливыми руками их мам. На самом деле все детки сегодня очень старались. Скажите, что детская неделя моды хочет пожелать вот этим маленьким, чудесным деткам талантливым? Мы хотим им пожелать в первую очередь счастья, счастливых глаз, роста над собой, веры в себя. Потому что то, насколько человек верит в себя, таким образом у него и получаются его результаты. Мы хотим пожелать всем на своем примере показывать, насколько Украиной можно гордиться, насколько такие маленькие юные дарования могут окрылять своих родителей всех вокруг и подавать самому себе пример новых побед. Я хочу поблагодарить родителей за то, что они занимаются своими детьми, за то, что они дают им такой вот шанс. Поверьте, модельные студии, они не портят детей, они воспитывают в них уверенность в себе и чувство прекрасному. Спасибо вам, дорогие родители, за то, что вы сегодня с нами и надеемся, мы увидим вас в следующих наших показах. Да, девчонки, понравилось? Да! Самые лучшие инвестиции – это инвестиции в собственных детей. Поэтому сегодня мы наблюдаем за мега талантливыми маленькими украинцами, которые в будущем обязательно добьются успеха. Ведь за их спинами колоссальная поддержка и забота родителей. Как говорят организаторы детской недели моды, давайте делать добрые дела и дарить детям радость вместе. Вместе с вами, дорогие телезрители, с Одесса Fashion Channel и со мной с Русланой Орленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова